Добрый вечер, уважаемые телезрители Живого Телевидения! Сегодня у нас вновь программа Booking, и нашей гостью является искусствовед и писательница Ирина Саморокова. Здравствуйте, Ирина! Добрый день! Ведущий в студии Юрий Кроскуряков. Я рад Вас видеть, мы очень давно собирались с Вами встретиться, и вот, наконец, это состоялось. Слава Всевышнему, как говорится. Я держу в руках вашу книгу, которую я в самом начале хочу продемонстрировать нашим телезрителям Называется книга «Большая картина» Это книга, которая состоит из четырех новелл И опубликована она была в 2009 году издательством «Артхаус Медиа» Книга очень любопытная и на мой взгляд она в какой-то степени по нашим временам может быть даже и уникальная Спасибо Но прежде чем рассказывать о вашем творчестве или вас расспрашивать точнее о вашем творчестве Я хотел бы немножко так ознакомительно поговорить с вами для того, чтобы наши телезрители составили себе впечатление О вас как о творческой личности, я бы сказал Так вот, вы искусствовед Но искусствоведением, как я понял, из наших разговоров до этого вы не занимаетесь Нет Но все-таки образование уже оно даром не проходит Вы учились в МГУ на искусствоведении А там очень серьезно вообще когда-то образовывали искусствоведов Там и художники учились на том же самом искусствоведческом факультете Да, у нас тоже было несколько художников Да? Да, был такой Ким Потапов, реставратор Лев Дьяков, он искусствовед и очень хороший художник и рисовальщик Да, были у нас А Сережа Шостякова вы не учились вообще? Нет? Вам знаком этот художник? Знаком, да, но не со мной Я знаю, что он учился тоже в МГУ уже после художественного училища Да, ну так вот Вы искусствовед, который променял свою замечательную профессию на литературное творчество Как я понимаю, и то, и другое это такое душевное пристрастие Да? И творчество, ну совершенно необычное, поскольку таких писателей современных Я насчитываю, ну может быть, ну вот на одной руке все поместятся, я их позже назову Может быть, они вам и неизвестны, которые вот в этом же направлении Вот я не знаю, вы знакомы с Георгием Александровичем Балмом? Нет Вы не знаете такого писателя, да? Вот это родственные... Фамилию-то я слышала Это родственные вам писатели Потом есть такой Рудольф Котликов в Чикаго, русский писатель Нет, даже не знаю Который уже достаточно давно уехал от нас в эту самую Америку И там продолжает сочинять на русском языке Но есть, конечно, Волченко Сергей, он сценарист и писатель И тоже близко к тому, что есть, ну совсем мало Вот в этом роде Но вы от них отличаетесь Тем, что люди, сочиняющие на грани живого и мертвого, я бы так это назвал Где миры, как бы, взаимно проникают друг в друга Они, как правило, очень серьезные люди Даже изредка бывают и мрачноватыми А вот у вас ваши произведения наполнены живым юмором Хотя там много сатирического, ну как мне показалось Вы согласны с тем, что Зоченко вам, ну... Обожаю Просто обожаю Это вот у меня есть два там Бога, да? Значит, Бог там главный, да, Гоголь, да? И второй Бог, это Зоченко Вот больше всех я люблю Вот из русских писателей, да, из русскоязычных Зоченко и Гоголя Вот обожаю Ну, еще есть замечательный писатель Николай Носов Но многие думают, что это детский писатель Хотя он сочинил, ну просто очень смешную книгу Прям книгу О пользе и вреде и спиртных напитков Тема вам не чужда, как я понимаю Ну, тут целая глава посвящена, как бы, алкоголизму, я бы так сказал Правда? Я как-то даже не подозревала Не глава, а новелла Эти все новеллы связаны между собой И вот одна из новелл, она, значит, как бы наполнена таким Вот просто нужно Николая Носова возродить для цели антиалкогольной пропаганды А также вот многие ваши вещи, которые приводят к тому, что вот в той деревне, куда они за иконами ездили А, да-да-да Там они все время, и он еще с собой рюкзак вез с этими Бутылками, да, совершенно верно Которые он не выпил там, потому что уж слишком попал в переделку такую А он же не пить их вез, а менять на икону А потом, когда он вернулся, они опять марганцовку туда заправляли Ну, у вас много очень таких сцен, когда облагораживают водку Да, у меня был один знакомый, который вот любил облагородить именно марганцовку Марганцовка, водку, а не самогон Нет, водку Как бы уже хорошую водку Да Он все-таки не доверял вот этому бренду И получал Да, да, там что-то ему подало То есть он жив еще до сих пор Я не знаю Не знаю? Я не за всеми знакомыми слежу до конца Да, вы насытел Может, ты жив Ну да Так вот, что же вас привело, вот у меня первый мой вопрос Что вас привело к литературному творчеству? Вообще, как вы, это все-таки проза И тут это сложно, времени требует много И, ну, в общем, это не то, что, скажем, сочинять стихи Просто стихи легко и радостно сочинять А вот проза, это большой, тяжелый труд Очень даже, да Вы знаете, вот как ни странно Может быть, это прозвучит как-то фальшиво Но, честное слово, правда Я с детства, лет семи, знала, что мне положено писать прозу Вот знала почему-то Хотя у меня не были розы А не знаю Семь лет Я даже, не знаю Я пыталась писать в семь лет Такие вот, ну, не стихотворения в прозе А какие-то эссе Вот, например, там у мамы был такой письменный прибор Из вьетнамских лаков, как тогда говорили Вот И там, значит, изображены были какие-то люди Которые сидят в лодках И там по этому черному фону гребут, значит, в этих золотых лодках Я вот написала целую историю там про этих людей Именно в прозе Меня никогда не тянуло писать стихи Потом, например Хотя вот в книге у вас есть стихи Нет, ну, это не стихи Это так, ну, я не считаю, что это поэзия Я, как бы, ну, это такой прикладной был момент Такой смешной Но это не поэзия, конечно Вот так Вот Потом, например, вот я жила около нескучного сада В детстве И там, значит, такой был прудик Кругленький А посредине, значит, был такой маленький искусственный островок Для одной скульптуры И там стояла, значит, начало века такая скульптура Обнажённая дама вот с такими поднятыми, значит, головой руками И всё И потом узкая была полоска земли Вот эта набережная узкая И дальше шла река И вот вечером, значит, в реке были огни там города, которые отражаются Я там написала тоже лет восемь такую, значит, ну, такую романтическую, значит, историю про огни Вот как они, значит, отражаются здесь Как стоит эта женщина Там в тени её не видно И только иногда, вот, когда луна, вот она освещена Вот эти огни до неё не дотягиваются Ну, нечто такое Уже тогда у вас луна появилась? Да, луна у меня везде Она у меня обязательно Какие-то розенкрейцеровские сонаты Луна, вот она как-то сама туда вот входит и всё Вот Ещё что-то я пыталась А потом, значит, жизнь, она как бы затянула в другую сторону Я там поступила на искусствоведение Я вообще, как бы никогда не понимала, зачем там писателю нужно кончать литературный институт Я вот, например, считаю, что вот, ну, очень хорошо для писателя иметь какую-то профессию Искусствоведение-то я профессии не считаю Ну, такое какое-то образование В общем, что это за профессия Вот, ну, например, действительно, не просто так Очень хорошие писатели, даже великие Часто были врачами, биологами, ботаниками Даже вот Гоголь, который не был, да, там, биологом или там геологом Но, например, он очень хорошо знал ботанику Он собирал потрясающие гербарии Он писал об этом То есть, ну, почти профессионально То есть, мне кажется, не для того, чтобы у него была тема А просто вот, когда у писателя есть какие-то конкретные знания Большие в какой-то области Это уже, ну, как фундамент, как опора И вот отсюда, вот, какая-то сердцевина у него есть Ну, так мне кажется Это очень хорошо Вот, ну, в общем, я закончу это искусствоведческий В общем, без никакой причины, что называется Потому что мама там моя Она в детстве, значит, в моем собирала репродукции, картин Тогда вот эти репродукции продавали, все Вот, и, значит, устраивала мне выставки Значит, вот мы устраивали выставку там Натюрмордов, на полу раскладывали Того-сего Года в три она меня уже, значит, повела в Академию художества Значит, была выставка финского искусства А поскольку у нас дома была, ну, калевала, вот, дореволюционная Я вообще очень люблю Я в детстве ее знала наизусть Просто от корки до корки Вот мне пришло одно желание Я одну задумала думу, чтобы к пению быть готова И так далее Вот, и когда, значит, я ходила Вот уже, значит, после этой выставки Я уже в три года, да, где-то Мне бабушка начала читать эту калеву, я уже эти картинки себе представляла И так далее И потом она меня водила, водила, и это у меня вошло в привычку И вот искусствоведа из меня, собственно говоря, не получилось Вот, потому что я только потом уже, ну, когда я стала более-менее зрелым человеком Я поняла, что я по складу своему не ученый Я не систематик, я там, не логик Вот это все, я как бы фантазер И такой веселый фантазер, в общем, по характеру И совершенно, так сказать, наука никакая Мне не годится Если бы там, ну, я там занималась сколько-то этими искусствами Я там писала статьи, там, очерки Но это скорее-таки эссе То есть, конечно, там какие-то факты я знаю Но вот в это во все углубляться как-то так, ну, не знаю, это не мое просто Ну, ничего, ну, поскольку я уже привыкла ходить в музеи, смотреть картинки, там, все это Ну, я поступила, значит, в университет И тут, значит, странная вещь, значит, вылезла Выяснилось, что я не в состоянии читать книги по искусству Значит, вот я прочитываю первую строку Как интересно Первую фразу То есть, это вы Не отталкиваете Это предмет, которому вы должны учиться Но вы не можете читать Я не могу это читать, да Я не могу это читать Вот я прочитываю, значит, это уже такое надругательство над собой То есть, я читаю там первую строчку Потом я читаю вторую строчку, скажем, фразу, там, или строчку, не важно Дальше у меня мысль просто отъезжает Я начинаю думать, там, ну, о чем угодно Там, каких-то текущих мелочах или еще что-то Дальше, значит, я себя там чем-нибудь, кем-нибудь обзываю, там, злюсь Ну, что? Я начинаю опять Ну, хорошо, если я продвинусь еще на один абзац Но опять мысль И вот так вот, значит, себя там вообще мучая, истязая, я там что-то там читаю То есть, я совершенно вот эту вот лексику всенаучную Меня так от этого ворочит Мне же интересная, там Барская писала интересная статья, и Пановский книгу опубликовал интересную Но есть какие-то искусствоведы, которые хорошо пишут, да? Я не могу Никаких вообще Никаких, да, мне так, единственный, вот кто мне, вот, кого я просто, не потому что мне не нравится Просто вот, знаете, вот идет отторжение, вот и все, и хоть, это не критика, это не то, что я там не уважаю Я просто вот не могу, я не туда полезла Единственное, кого я прочитала, вот от корки до корки, это был Вельф А как же вы экзамены сдавали в таком случае? Ну, экзамены, ну там какие-то, во-первых, значит, я очень много видела То есть я с детства, картинки, это да, архитектуру там обсматривать, да, это конечно Вокруг скульптуры там ходить, меня приучили там с четырех лет, что надо со всех сторон и так, и сяк Я в это как бы играю, мне это интересно, вот И там, скажем, мне надо экзамены выучить, там, когда, жив, чего, чего, ну такие Справку, объективку-то я там не тупая Я смогла это там выучить, да, вот, или там какие-то определенные Нет, я нормально училась, там сдавала, вот, но это все совершенно я перетерпела, как бы, да, этот университет Ладно, вот, да, но все-таки привычка у меня до сих пор осталась И вот почти все деньги, которые мне удается заработать, я трачу на поездки Вот, например, в этом году, вот в ноябре, я три недели проживаю в Венеции Значит, во-первых, я посмотрела все Биеннале Оно, это не просто так, значит, все эти объекты, значит, да Экспонаты Биеннале, они расположены в шести-десяти местах Значит, есть две самые крупные, значит, точки Там Арсенале и вторая Джордини, ну, садочки Такой маленькой ВДНХ Там есть русский павильон, который еще в 1896 году был построен То есть там есть зданица, вот эти павильоны разного времен Ну, такая маленькая, ну, для нас И там все эти, значит, расположены, значит, все эти там страны Арсенале – это довольно большой объект Там, где, собственно, верфь была светлейшей республики, так сказать, Венеции Там строили там корабли и все это И когда нет Биеннале, туда никого не пускают А когда происходит Биеннале, то туда можно, значит, пойти Смотреть это все Вот, очень интересно Кроме того, открывается очень много всяких соборов Как это, открыт, закрытый, как-то, порт Владивосток Да, открыто все Вот, но мне туда надо, однако же Вот, и там, значит, есть соборы, которые там не работают А я вообще у вас обнаруживаю какие-то моменты, которые связывают вас с творчеством Высоцкого Ну, я очень люблю, да, 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 очень У вас есть прямо какие-то, ну, большие куски прозы, которые ориентированы, или мотивом которых служит его песня? Ну, я, ну, это, наверное, подспудно, потому что, действительно, я его, он, я понимаю, что не оригинально, да? Но я его, вообще-то, не побоюсь сказать, считаю гением Вообще-то говоря Ну, по-моему, все рецептура так развивается Да Она не может по пустому месте вытекать Да, да, гениально Да, вот Ну, и, значит, вот всякие там соборы, которые всегда закрыты, потому что они, ну, неслушные А тут они открыты В них там какой-нибудь там современный там объект, артефакт там расположен, или еще что-то Но вы видите этот артефакт, и вы видите эти фрески, и все Вот, так что, в общем, я ходила и бегала, значит, по Биеннале Ну, кроме того, я там была первый раз, поэтому я отсмотрела всю Венецию, все эти музеи Вот, и сбывалась одна моя мечта Да, интересно Вот, опять же, в детстве Мне очень плохо, когда сбылась мечта Почему? Потому что уже мечты нет Он мне еще много Я вас поздравляю Нет, в детстве была такая маленькая книжонка Значит, была такая серия, выпускали ее Значит, художника такая маленькая, с черно-белыми картинками И, в частности, вот была у нас такая книжка Джорджоне В общем, все картины я как бы... Я хорошо эту книжку помню, малого формата Малого формата, на обложке там, это Юдиль Да С головой У Биенна и Аллафер Вот, и все эти картины я, в общем, за свою жизнь отсмотрела Кроме одной Мадонна де Кастельфранко Значит, я знала с детства, что есть такой город Кастельфранко Там есть собор И в этом соборе вот эта алтарная икона, собственно говоря Вот эта Мадонна де Кастельфранко Значит, она, там, значит, такой высокий трон А позади трона вовсе не стенки чего-либо А там пейзаж Такой итальянский пейзаж с пиньями, с какими-то речками, горушками Какой-то такой Вот А около, значит, где-то у подножия, значит, ее трона вот такой высоко стоит Значит, стоят два святых, значит, Святой Георгий и Франциск Осиский Вот И интересно, даже вот на этой маленькой картинке было понятно Что что-то там такое есть необычное А необычное там было то, что они все Хотя один там вооружен, там, до зубов, там, да, Святой Георгий Второй там такой тоже, ну, Франциска, да, Франциск Осиский Он, значит, такой, его синица тоже вроде суровый И Мадонна тоже там Но они все как бы во сне Извините Значит, в какой-то глубокой задумчивости меланхолия И такие они какие-то задумчивые, размытые какие-то вот у них образы Какие-то они странные И мне всегда хотелось посмотреть, как там на самом деле Ну, Кастельфранко Тут я сообразила, что Кастельфранко где-то в провинции Венеции Где-то очень недалеко Да, я, значит, быстренько посмотрела расписание поездов Значит, я пыталась выяснить в Tourist Information, как там открыто, закрыто Ну, никто там Потому что Венеция, в общем-то, такая провинция такая Там не очень, да, чего, да В общем, я решила рискнуть и поехать Поехала я в субботу на всякий случай Когда точно есть там, значит, служба в соборе Если действительно она там Я ничего не знала Может, она уже давно где-то еще Но я поехала Приезжаю И дальше начинается земляничная поляна Значит, приезжаю я из, ну, в общем, из шумной, довольно-таки, значит, Венеции Значит, приходит поезд Я выхожу к маленький вокзальчик Ко мне, собственно, никто не вышел Значит, выхожу я так насквозь из вокзальчика Передо мной улица, она же аллея ни одного человека Но справа, значит, на длинной палке высокой Огромный, значит, щит И на нем репродукция картины Джорджоны Которую я никогда, ни в каком виде не видела И написано, что вот эта картина будет, значит, демонстрироваться Короче, через месяц после того, как я оттуда уеду Ну, ладно Это был первый удар Значит, пошла я по этой, значит, аллее Никого нет Справа и слева там какие-то особнячки Ну, малые, как бы, интересные И, значит, дальше пересекают в разных местах эту аллею переулочки Один называется улица Россини Другой улица Вагнера Третий улица Бетховена Четвертый улица Берди и так далее Никому нет Кого спросить, где, что, вообще, как Да, идет и идет Как-то странно называют улицы Вот я приезжаю в небольшой наш город Улица машина дорожная Нормально Ну, не Скрябиного, во всяком случае Нет, не Назыч И тут только у нас на Соколе Там улица Левитана, Врубеля Да ты там, поселок художного Жижин Значит, дальше Вдруг я смотрю Навстречу мне идет девушка Лет 14, девочка с радостью Я, значит, на нее накинулась Как могла там На совсем плохом итальянском Спросила, значит, как мне увидеть там Дуомо, там, Джо-Джоны Каса Ди Джо-Джоны То есть я уже поняла Вот по этой афише Что там есть музей Джо-Джоны Ну, дом Джо-Джоны Каса Ди Джо-Джоны Она мне сказала, в общем Идите, значит, прямо Значит, ну и увидите Ну, и я, значит, продолжала движение Как говорится Дальше, значит, я действительно Вхожу в город Я уже поняла Сразу понимаю, почему Костол Франко Потому что, действительно, Костелло Значит, огромная, этот самый Ну, крепость такая Костелло Под ней ров Значит, и стоит Большой ящик Такой заколоченный А на нем картинка Фотография Такой красивый-красивый Молодой человек В кудрях В чугочках Все И написано Джо-Джоны Оказывается, значит, закрыли Скульптуру Значит, памятник Из воялья Джо-Джоны И, значит, вот там Ремонтируют Что-то реставируют И, значит, вот Изображение Ну, вот так И Джо-Джоны в ящике Дальше, значит, наконец Я, значит, добралась По пустым улицам Магазины закрыты Кафе закрыты Значит, час дня Народу, ну, может быть Где-то там пройдет Там какой-то человек Никого нет Но это был Ноябрь Туристов тоже нет Да и в Костол Франко Нельзя сказать, что такое Уж поломничество Потому что В Венеции-то люди По два-три дня Бывают Потому что неужели ехать Все-таки туда ехать Больше часа Да, это вы Далеко Ладно Значит, и дома Значит, дома закрыт Напротив, значит, написано Что вот Завтра откроется там Выставка какая-то Опять завтра Все мимо кассы И около дома Дома заколочен Закрыто Никого нет Кассы Диджонжоны Закрыто Через месяц Там будет выставка Вот тогда и откроют Я уже испугалась Думаю, может быть Диджонжоны в этой кассе Уже Может, перенесли Ладно Так я смотрю Какой-то пожилой Значит, мужчина Пересекает Вот эту площадь Перед домом Я на него накинулась Говорю, значит Сеньор, сеньор Значит, откроется ли дом Он говорит Да, да Через 15 минут И действительно Через 15 минут Он же откуда-то Еще пришел Открыл это И я тут же, значит Вкинулась туда Это он для вас Специально открыл Нет, нет У них уже было Полтретьего Полтретьего Начинается служба Утром А потом Полтретьего Как раз Он даже Открыл чуть пораньше Четверть третьего Или там В три Он пересекает Еще где-то На 15 минут Я вхожу Он там зажигает Свет Огромный Просадки Никого нет Как-то вдвое В комнате Я и лень Вот и все Я этот Человек Вот Я посмотрела Вперед И с ужасом Увидела Что никакой Там не Джорджоне А совсем Какая-то Другая картина Но Тем не менее Я так просто Не сдалась А он уже Там что-то делает Наливает масло Там что-то Готовится к службе Я говорю Сеньор, сеньор Значит Две Мадонна Ди Кастерфанка Ди Джорджоне Он говорит Пошли Пошли Алюра Значит И меня повел Куда-то вбок Значит Загремел Ключами Открыл Какую-то Значит Решетку Потом Какую-то Дверь Зажег свет И вот Как вы Передо мной Так Была Эта Мадонна Она Большая Но не очень Ну такая Как сказать Метра полтора На Там Может Побольше Да Нет Даже Поменьше Чуть-чуть Потому что Там большая Там пейзаж В то время Может быть Они и сами Были поменьше Нет Нет Там Были И огромные Картины Но она Такая Небольшая Вот И в общем И он Зажег свет И ушел Я Конечно Тут же Достала Свою Видеокамеру Значит Стала Снимать И так И сяк И сяк В общем Я там Посидела Полтора часа Больше Не было Никого Значит Прихожан Да Есть Я это Запомню Я Мотаюсь И на ус Я все Вам Перепишу Ради Бога Для чего И стараюсь В общем Я и детали И так И наезд Все В общем Я такая Счастливая И довольная Значит Вышла Оттуда Значит Я и так И сяк Все начали Но на фото Получилось Плохо Тоже Свет Не тот И так далее Но на видео У меня все Получилось Хорошо У меня Правда К сожалению Пока Аналоговая Камера Но у меня Есть устройство Вот Двойка Я уже Могу Переписываться На DVD Да Писано Нормально Вот Я вышла Оттуда И что я увидела Что город Ужил Оказывается У них была Сиеста Представляете Все Народ гуляет Ну не то что топ Ну там Магазины открыты Кафешки открыты Все хорошо Значит Я спокойно Обошел этот город Такого Где нибудь В Финляндии Не дождется Чтоб они Вышли на улицу После сиеста Я значит Там ходила Ходила Значит Все посмотрела Там же рано темнеет Ну ноябрь Но я все равно Посмотрела Все От витрин До там Всех Более-менее Интересных Зданий Весь город Я обошла Маленький Да Все посмотрела Вот И в общем Даже зашла Там поела В какой-то кафе В общем Какую-то рыбу Мне там дали И сок выжили Все было хорошо Вот И потом значит Я уже пробиралась К вокзалу И смотрю Какие-то звуки Музыки раздаются Так Кто-то разучит А-а-а Значит Вот это вот Еще что-то Я значит Во дворик шасть А во дворике Значит Какая-то лесть Значит Какая-то горушка Такая В общем На которой Ступеньки Уже давно Заросшие мухом Такие Бывшие каменные А посередине Стоит Вот этот Нормальный Итальянский Колодец Да Но обычно Он без верха Во всех городах А тут значит Механизм Весь Вот этот Колеса Все это есть А слева значит Небольшое здание Там какая-то музыкальная Там Ну филармония Училище Ну что-то такое Местное Маленькое значит Костерфанской консерватория И там значит Открыта дверь Кто-то играет На фортепиано Рядом стоит Флейтист Сверху доносится Значит Разучиваемая музыка И вот Значит Я там постояла Тоже это все сняла Как ни странно Все получилось Да И вот я Довольная Села значит Пошла обратно На станцию Села в поезд И приехала к себе Вот это Это одна Значит Мечта Которая сбылась И я значит Сначала я перепугалась Что ничего не получится Вот А потом В общем Все было хорошо Здорово Просто замечательный рассказ Сам по себе Ну А вот теперь Прежде чем мы Дальше будем беседовать У вас Я вижу там Коротенький рассказик есть Есть Да А вы можете Просто Чтобы зрители Уже теперь познакомились С вашей прозой Нет Не вот этот А вот по-моему Вот какой у вас коротенький Вот маленький Вот этот Да Вы можете прочесть его Да конечно Да Автор всегда Счастлив Когда кто-то Согласился Послушать Что он написал Это же есть момент Я надеюсь Что наши зрители Тоже С удовольствием Послушают Я не смею Как бы Быть уверена Но все Значит На краю Безымянного болотца На краю Безымянного болотца Жила Золотисто-зеленая Стрекоза Эльвира Она любила Разглядывать Небесную живопись Скульптуру Архитектуру А также Любые рефлексы И терпеть не могла Басню Стрекоза и муравей Лето красное Пропела Передразнивала Она автора басни Нашел певицу Вы хоть раз Слышали Чтобы я пела К муравью Я видите ли Приползла Вы хоть раз Видели Чтобы я ползала Ни разу Ни разу Прогудели Проносять Мимо болотца Два мастих жука Мыслимо ли Представить себе Чтобы я С моей яркой Индивидуальностью И великолепным Ростом Обращалась За жилищем Камелюзге Не имеющей Ничего Кроме рабочей Функции Муравейники Продолжала Возмущаться Эльвира Конечно Немыслимо Восликнула На риту Белая бабочка Виолетта Выпустив поры Эльвира вспомнила Что главное в жизни Позитивный настрой И наскоро Перекусив Пролетающим комаром Устремилась На любимое место То бишь На верхушку Молодой сосны Что росла Меж лесом И болотцем Усевшись Она подняла голову Так Что затылок Лег на спину И стала Смотреть в небо Там было Чем любоваться На фоне Красно-оранжевой Живописи Величаво плыли Серой-фиолетовой Скульптурой А подальше Выселись И ширились Архитектурные Сооружения Эльвира Любовалась И мечтала Эх Жить бы в беседке Что на краю неба Это вам не край болотца А беседка Такая светящаяся Такая изменчиво-заманчивая И потом Эльвира Поиграла глазками Мое золотисто-зеленое тело Там будет смотреться Как драгоценный камень Как предельно Выразительный акцент Тем временем Небесная беседка Переделалась В небесный обелиск Чудный обелиск Восхищала Эльвира Правда Для композиционной Завершенности Не хватает меня Сидящей наверху Она прикрыла Глазки Чтобы нагляднее Представить себе Увенчанный собою Небесный обелиск Но не успела Налетевшая Сойка Убила И склевала Ее Кусочки крылышек Какое-то время Планировали Над краем Безымянного болотца А душа Кандидата Искусствовечественных Наук Эльвира Васильевна Краевской Устремилась Была В направлении Закатного неба Столь похожего На позднего Тернера Но что-то Почему-то Потянуло Ее вниз И она С размаху Врезалась В муравьинную Куколку Лежащую На верхнем Итаже Муравейника От резкого Проникновения Куколка Треснула И наружу Вылез муравей Краевский Оглядевшись Вздохнул Кругом Только мусор Засохшее Хвоя Ошметки Чих-то Крышек Комочки Грязи И прочая Гадость Невольно Вспомнилась Последняя Биеннале В Венеции Некая Западноевропейская Экспозиция Где за стеклами Прикрывающими Так называемые Картины Напихан мелкий Мусор Вроде того Что сейчас Его окружает Нет Он никогда Не был против Современных Направлений В искусстве Но это же Профанация Вот и звуки Здесь не те Кто-то стрекочет Кто-то Долбит что-то Кто-то Вскрикивает Как ненормальный А из лесу Несется Оглушительный шум Он опять-таки Не против Авангарда В музыке Но не такого Как бы сказать Разнузданного Чего ждешь Вылупился Ухаживай За расплодом Пропищали рядом И ужалили в бок Краевский Вздохнул Поморщился И преодолевая Брезгливость Принялся Вылизывать Лежащие Рядом Личинки Он добросовестно Вылизывал их Одну за другой И размышлял Итак Я муравей Что ж Как говорится Лучше Чем ничего Прошло Сколько-то Времени Сколько Именно Он не знал Часов Тут Разумеется Не было А небо Он не видел Потому что Находился Под слоем Сосновых Иголок В общем Через какое-то Время Муравейнике Началась Страшная Суета И он В толпе Других Муравьев Оказался Снаружи Над Муравейником Кружили Стрекозы Кошмарные Великанши С огромными Безжалостными Глазами И хищными Челюстями Краевский Содрогнулся И с горькой Иронией Подумал Но не смешон Ли Крылов Как только Пришло ему В голову Что подобное Чудовище Могло Приползти К крошечному Муравью И что-то У него Попросить Наверх Наверх Все наверх Скомандовал Кто-то Подталкиваемый Со всех сторон Краевский Пополз Куда-то Вверх И вскоре Оказался На верхушке Молоденькой Сосны Многие Другие муравьи От счастья От сумасшедшего Веселья От невероятного Возбуждения Он летел С кем-то На лету Спаривался Опять летел А потом Обеселив Упал камнем Вниз И разбился Но еще Успел Подумать Интересно Кого Из художников Я открою Для себя В следующий раз В следующий раз Он родился В Таиланде У слонихи Назвали его Бумба Со временем Он получил Кличку Гоген Дело в том Что он идеально Подходил Для аттракциона Слон-художник Когда надо Держать Хоботом Кисть По тайному Знаку Дрессировщика Макать ее То в коричневую То в зеленую краску И на листе бумаги Укрепленном На бальберте Изображать Сначала Ствол дерева А потом Листья И траву Когда Гоген Рисовал Он Селом И душой Праздновал Эти чудные Моменты Своего Существования После того Как закончилась Его жизнь В качестве Слона Он родился Человеком И стал Успешным Театральным Художником Несмотря на Вечную Занятость Он время От времени Вырвался В одну Деревушку Под городом Спас-Клепики Оставлял Тому Знакомой Старухе Свой БМВ Шел Примерно Километр По лесной Дороге Сворачивал Налево И пройдя Еще немного Усаживался Под старой Сосной Слушал Сводный Оркестр Соснового леса Соснового леса И безымянного Болотца И закинув Голову Так Что затылок Почти касался Спины Подолгу Следил За непрерывными Изменениями Всегда Неповторимых Небесных Декораций Спасибо Очень интересный Рассказ Вы знаете Все-таки Вот мы здесь Далее Говорились С вами О том Что у вас Достаточно Много Появляется Насекомых В вашей Прозе И это Наверное Не случайно Дело в том Что Некая Потусторонность Вот здесь Это Обыграно Панпсихизмом Свойственным Скажем Некоторым Восточным Учением Не Панпсихизмом Метапсихизм Я извиняюсь А вот Вообще Насекомые Ну скажем Даже В русской Традиции Это Души Умерших И Вот весной Значит Вот есть Такая Речка Ирий Через Которую Перекинут Калиновый Масочек Это Путь к Кладбищу Значит К Некрополю А Вот Ирий Он покрыт Льдом Зимой И Зимой Души Находятся Подо Льдом А вот Когда Вскрывается Река Весной То души Оттуда Влетают В виде Мошек Комаров Ну и Все Прочие Насекомые Живности И Вот И до сих Пор Даже Вот Ставят Возле Покойника Ставят Блюдечко С водой Чтобы Муха Душа Прилетела Могла Попить И Этого Вообще Этого Очень много У разных Народов Почему-то Все Почему-то Представление о душах Связано с Насекомыми Может быть Вот с этим Звуком Который Издает Насекомые Полет Там еще Полет Неизвестно Откуда Берутся Они Ну многое И Даже Это Получило Получило Какое-то Особое Отражение В музыкальном Творчестве Вот Большинство Европейских Композиторов Или может быть Поголовное Большинство Они Все-таки Их Творчество Источником Музыкального Фольклора Который Источником Творчества Авторского Все-таки Является Пение Птиц Как это Одному Венгерскому Лингвисту Удалось Установить Когда он Записывал Голоса Птиц А потом На другой Скорости Нечаянно Прокрутил И услышал Народную Мелодию И потом Это стали Изучать Да Оказалось Что Брачные Призы Птиц Они Бессознательно И на другой Скорости Прокручены Собственно Является Основой Музыкального Фольклора Такой Композитор Армянский Авет Рубенович Тартерян Сейчас Уже Покойный К сожалению Гениальный Как я считаю Композитор Он Долгие Годы Жил На берегу Сивана Один В доме И там Как он Говорил Он Слушал Небо И вот В его музыке Отчетливо Это Развернутая Огромная Симфоническая Композиция Но там Слышно Там Поют Насекомые И Вот Это Он Не Уважал Клавишные Инструменты А Струнные Инструменты Духовые Инструменты И вот Это Позволяло Ему Создавать Какие-то Огромные Пассажи В Которых Слышны Только Звуки Насекомых Ну Как Мне Кажется Я С ним Говорил На Эту Тему И Ему Было Интересно То Что Мое Мозаключение Он Конечно Так Не Думал Как я Но Мне Кажется Что Отсутствие Звука Где Звучат Только Насекомые Наводило И Вот Эти Восточные Звуки Дудуки И То Что Длится Без Конца Один Тот Звук Навели Его На Такие Творческие Решения Но Что Любопытно У вас Это Есть Вот В этом Рассказе Есть В книге Во всех Четырех Новеллах Это Есть Вы Конечно Используете Свой Опыт Искусство Веда Но Когда Вы Рассказываете О Венеции Куда Вы Приехали Увидеть То Что Является Вашей Мечтой И Близко Вашей Душе И С Восторгом Это Посмотреть Все Но Когда В рассказе Опять Это Биеннале Упоминается Как я Понимаю То Здесь Художественное Творство Упоминается Совсем В другом Роде Что Во всей Этой книге Есть Здесь Нет Фактически Здесь Изображается Некий Город Собачаево-Чертанск У Вас И названия Топонимы И имена Персонажи Они Все Говорящие На что-то Указывающее Больше всего Меня поразило В этой книге Что Вы Главного героя Этих Четырех Новелл Которые Там Беже Собой Вы Назвали Его Лишним А вот У нас же Были Лишние Люди Как Вы Помните Ну Конечно Да И вот Лишние Люди Это были Собственно Говоря Такие Базаровы Такие Герои Нашего Времени Вот Такой Байронизм В Мыслительном Аппарате Русской Интеллигенции Да Ну и Вот Вы Несомненно Принадлежа К этой Русской Интеллигенции В своем Аппарате Содержите Совсем Других Лишних Людей Потому Что Лишние Люди Ваших Произведений Это Они Лишние Не потому Лишние Что Они Придерживаются Какой-то Другой Концепции Жизни Или Другой Возвышенности Скажем Так Которая Тогда Проецировалась Вот На быт Скажем Помещий Быт Того Времени Или же На чиновничий Быт Того Времени Как У Гоголя Любимого Вами Но Они У Вас Уже Это 90-е годы Не способными Выживать Да Они Вообще Не могут Выжить Несмотря на то Что там Занимаются Но они даже Искусством Не могут Заниматься Вот одна Из героинь Здесь Одна Из персонажей Она Будучий Искусствоведом У нее Тоже Говорящие Фамилии Но Будучий Искусствоведом Она Не находит Временения В Москве Опять Приезжает В Собачаево Чертанск Да Ей делать Абсолютно Нечего В этом Амутянская Амутянская Вот она Амутянская Приезжает Собачаево И вот Значит И сам художник Лишнев Говорящая фамилия Вот Он совсем Не наполнен Никаким Байронизмом Он просто Сидит на рынке Продает Цветочки Которые он делает На лоскутках Картона Да И вот этим Зарабатывает Себя небольшую жизнь И в состоянии Постоянно думает О том Что он своим Трем садовьям От трех разных Жен Не может купить Ботинки Красовки Ну и Вот это Упразднение Так сказать Интеллигенции В 90-е годы Продолжающаяся И по сей день Как мне кажется Уже натальное Такое упразднение Как Ну совершенно Ненужного Ну да Ненужного в жизни И Между прочим Не проецируемое На упразднение Других Социальных групп Нет Нет Там есть У вас есть Один герой В самом начале Ведь Вот эта Наша Так называемая Пристройка Она упразднила Не только Творческую интеллигенцию Но и техническую Ну да В первую же очередь Да Он Смешно Приспособился Которые были читатели Сейчас была бы Техническая интеллигенция Может быть Вашей книжкой Зачитывались бы Но поскольку Читать стало некому В связи с упразднением В этой самой Которая любила Литературу Интеллигенции То теперь Это и читать Особо некому Потому что Творческой интеллигенции Практически нет А вот Те сатирические типы Которые И тот инструментарий Который вы Как искусствовед Имеете Он применяется Совсем не для того Чтобы показать Какое-то возвышенное Искусство Ну в вашей прозе Во всяком случае Нет Да И он Выполняет Какую-то Просто уникальную Сатирическую функцию Вот этого не было Конечно Не у Саши Черного Не у Гоголя И у Зоченко Тоже этого не было Зоченко просто Описывал Типы Идиотов Которые его Новых Да Вот этих новых Идиотов Которые сейчас Превратились в чиновников Там в каких-то Руководителей Ну это те же Самые идиоты Ну да Только в гораздо В худшей функции Чем у Зоченко Наверное Глядя на этих Смеялся А на этих Он бы плакал Потому что Здесь вот Стало не смешно Ну да Тут колбасу Отвешивал А этот Там себе Там 18 Вилл Построил Да Да Нет Ну Первый навал Кончается Конечно Просто Замечательно Его Этого Просто убили Да И все Стало Моментально Разрушилось А процветание Вот этой Амутянской И значит Оно Все это происходит Или же Этого же Лишнего Который Вставив Все швейцарские Зубы Кажется Тут же их потерял Чтобы потом У хозяйки Бедной горы Значит Особых Вставить И уже В женцовом Костюме Там Оказаться Опять В этом Собачаево Чертановске Да Чертанске Чертанске Они находятся В каком-то Таком Как бы Совсем Странном Состоянии Когда им Почти Вообще Ничего Не нужно Они Вступили В эпоху Развитого Коммунизма Как мне кажется В ваших Рассказах И поэтому Вообще Все это Несмотря на то Что Смысл Этого Просто Очень печальный Но все это Просто Безумно Смешно Когда читаешь Очень смешно Я вам Как читатель Это говорю Я внимательно Прочел Вашу книгу И там Смеялся Чуть Не в каждом Абзаце Потому что Картины Вырисовываются Ну Достойные Там Я не знаю Чапок Вместе с Гашиком И прочее Но это все Связано С какими-то Вот Фантазмами Как вы говорите Которые были Свойственны Вам с детства Потому что Причем Это очень Вот Этим В родственное Балу Потому что У вас Вот Переход В состояние Да Еще Я одного Не назвал Писателя Вам родственного Это Аркадий Ровня Он Поэт Очень Хороший Поэт И Писатель Он Среди Того Что он Сочиняет У него Есть Утопии Но Они у него Не смешные Они Эти Утопии У него Он вообще Философ По образованию Они у него Наполнены Глубоким Философским Смыслом И Там Тоже Вот Есть Некий Собачаевый Чертанск Где Можно Провалиться В какой-то Мир Там Начинается Путешествие В этом Мир Есть Какие-то Входы Вот Туда У вас Это Какая-то Лифт Да У вас Есть Лифт А у вас Есть Какая-то Машина В последней Новеле Куда Этот Продавливается И он Нажимает На какую-то Педаль Которая Нет В обычной Машине И начинает Продавливаться Сквозь Гордые Породы Попадая В какое-то Совершенно Фантастическое Подземелье Но Это Настоящая Утопия В каком-то Смысле Весь Мир Выстроенный Хотя Он у вас Более Лобидарный Чем Развернутые Полотна Ровные Но Он у вас Целиком Выстроенный Вот там Все есть В этом мире Но только Два вида Существа Одни Существа Это Обслуживающий Персадов Которых Зовут Данилами А другие Миколы Это те Которые Робят Породы И Они Там Добывают Всякие Горные Типа Наших Нефтяников И Мир Весь Цельный В себе И этот мир В котором Есть Буквально Все И они Там Все Всем Обеспечены Но Этот мир Представляет собой Тюрьму На самом деле Это Какой-то Подземный Огромный Лагерь Вот так Да Но они Имеют Право Сказать На Побывку Нет Вообще Они Могут Пожалуйста Тогда Их Не пустят Назад Да У них Есть Право Выбора Которым Они Не Могут Воспользоваться Да Вот Психологически Если Он провинился Его В профилактории Навсегда Уже Да Или он Может Пожалуйста Может Уйти Наверх Но Тогда он Решает Все Тогда Он Обрат Может Они Жду Что Может Я Помру Может Еще Что Случится Это Точно То Что У нас Стали Громко Называть Фирмами А Там И называется Фирма Медная Гора Фирма Медная Гора В этом Называется Фирма Человек Как Раб Поступает Оттуда И значит Он Может Оттуда Уйти Теоретически Но Он Не Может Этого Сделать По Каким То Другим Соображениям Ну Да По Внутренней Значит Он Должен Быть Истерт В Лагерную Пыль В Особом Лагере Которым Является Наше Современное Государство К сожалению И В целом Книга Воспринимается Как Такая Ну Очень Острая Социальная Сатира Там Есть Скажем Какой-то Парк Сквер Народного Искусства Или как Он Назовется Народной Культуры Есть Значит Вот В этом Собачаево Чертанский Есть Парк Сквер Или Парк Народной Культуры Там Есть Как Общественное Заведение Парк Есть Там Городообразующее Предприятие Маловарка Маловарка Существует Которая Уже Упразднена За Ненадобностью Ну Она Так Еще Теплится Что там Теплится Да С турецким Этим Напором Кудуру Не справилась Да Но Это Нереализм У вас Конечно Это Конечно И Тем более Не какой-нибудь Критический Реализм И Не Социалистический Реализм И Назвать Это Это Как-то Не Относится В полном Смысле Ни Куту Но С одной Стороны Это Вроде Будет И Вот Меня Больше Всего Удивляет Вот Эта Способность Моментально Прийти В реальное Состояние Вот Практически В любом Месте Повествования Вгруг Вот Этот Герой Который Едет За Иконой Попадает К народу Там К Какому-то Дороду Но Вампиры Это Пролетарии На самом Деле Крестьяне Крестьяне Это Крестьяне Которые Начали Друг На друга Писать Доносы Друг От друга Все Отбирать В конце Конц Раззорились Значит Там Руководит Бухгалтер Председатель Колхоза И какой-то Щитовод Погадая Троица Нет Этот Ветеринар Зоотехник Бухгалтер И Председатель Погадая Троица Погадая Троица Значит Она В конце концов Приучает Пить кровь Друг у друга Потом Они начинают Из соседних Деревен Пить кровь И все Вокруг Раззоряются И превращаются Просто В вампиров Но Что Вытворяют Эти вампиры Просто Значит Сами Действия Друг с другом И вот Эти ближнего Который туда По недоразумению Попал Художник Которого Чуть-чуть Не заели Эти вампиры Но К счастью У вас Всегда Хэппи-энд Потому что Он оттуда Спасается И его Значит Его друг Рязаков Отправляет К бабушке Которая Его Антидотами Своими Поит В конце концов Заворачивает И в общем Ликвидирует Это ужасное Влияние Этих Крестьян В прошлом Крестьян А теперь Вампиров Которые Обложили Всю Эту Территорию На самом деле Это так Недалеко От того Что происходит В реальности Что даже Уже Не хочется Это воспринимать Как фантазию Я даже Удивляюсь Как вам Приходят В юмористическом И сатирическом Плане Такие в голову Мрачные образы Вас Это Не страшит Вот то Что вы видите Эти картины Нет Там каприч Сбоя Да Мне когда говорят Что это Очень страшно Я даже Удивляюсь По-моему Просто так Смешной Прикольно У вас Очень хорошая Нервная система Очень Это да Да И впечатлительность Тоже Тонкая Но Не такая Чтобы Сразу Не пролезнули Слезы Не Не Может быть Это Обусловлено Тем Что вы Очень долго Вы выполняли Всякой мелкой Работы В своей жизни Никогда У меня Русские крюки Как это Когда вы Работали С этими мелкими Текстами На Центр науч Филинга А Ну это Не руки Это Ну я Все Какая разница Это 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 Хороший Тренинг Дисциплина Вы Скажите Тогда А какая У вас Вторая Мечта Была Первая Мечта Я уже Понял У меня Вообще Их Много Давайте Вторую Важную Мечту Которая Сбылась Да Были Еще Такие Не Одна Ну Вот Я В детстве Собирала Открытки Мне было лет Одиннадцать Двенадцать С видами городов Но только фотографии Для объективности Вот Покупала я их В магазине Значит В метрополе Вот Да Там был такой Магазин Книжный Значит Я помню Магазин А наверху Там был маленький Такой Второй этаж И там Продавали Открытки Значит Там Был такой Мрачный Суровый Продавец Такой Мужчина Такой Крупный И такой Без улыбки Вот А значит За этим Привавком Теснились По эту сторону Старики В основном Значит Такие Худощавые Старики С горящими глазами Коллекционера Открытых И я Значит Обычно Притиснуть туда Было очень трудно Протиснуться Я значит Ждала Стояла Значит Когда Кто-нибудь Там Отойдет И тогда Я сразу туда Значит Ныряла Между ними Так Значит Так Уже научилась Локти Так ставить Чтобы меня там Не сжали Вот И значит Говорила Значит Мне Старые города Значит Там У него были пачки Значит У продавца Значит По жанрам И видам Значит Цветы Поздравительные Новые города Старые города Западная живопись Русская живопись И так далее То есть много Значит Я говорю Мне старые города Но я и старые И новые Смой Еще мне давала Вот такую пачку Значит Деньги мне давали На это спокойно Значит У меня всегда Были деньги На это дело Значит Потому что они там По тем временам Не такие уж были Они дешевые Антиквары Начало века Открытки Вот это Вот И я значит Их собирала Но у меня даже Сейчас у меня Где-то валяется Но интересует Целый чемодан В том числе Например У меня есть Целая коллекция Открытых Фотографий Наводнение в Париже В 1911 году Где Пусть лежат А что Не обязательно Совсем все Где Когда-нибудь Может посмотрю Пусть Да конечно Вот В общем Например Там Скажу Штук 20 Этих открытых Таких Сеппи Фотографий Парижские улицы Всем известны Но только они Реки И полицейские На лодках Переводят по ним Людей Интересно Январь 11 Наводнение В Париже Январь 1111 И так далее И еще В частности У меня было Очень много Наверное 80 Открыток Тоже старых Фотографий Вены Вот Я их Разглядывала Но в те Глухие времена Я например Как и наверное Подавляющее Большинство Населения Считала Что это Что-то вроде Сказочной страны То есть Место Куда я никогда Не попаду То есть Я так не думала Ах я туда Никогда не попаду Но видимо У меня в паркорке Это сидела Поэтому Я вот У меня был Такой Заменитель Эрзац Открытки Я смотрела Разглядывала И в частности Там был Там довольно Известные Все были Объекты Кроме одного Там такой был Я не знаю Немецкий язык То ли это был Милкин хаус То ли Милкин кафе Что-то такое Очень молочное Кафе Короче Вот Такой маленький Ничем особенно Не интересный Особнячок Начало Значит 20 века В стиле модерн Ну стоит Такой Значит Этот сам И написано Штат парк Милкин кафе Значит Город Ладно И вот Значит Спустя Там Прошли годы Что называется Еще Значит В советские Там Глухие времена Мне удалось Поехать В круиз По Дунаю Вот Это была Значит Жесткая Поездка Там Конечно Как всегда Был там Сопровождающий То есть Ну вот Этот Пастырь Который нас спас И которого мы все Разумеется Боялись Смелых не было Потому что Какая смелость Ну хорошо Чем-то я там Что-то не то сделаю Он напишет И я уже Никогда в жизни Никуда Не выйду За пределы России А поскольку Я в принципе Люблю путешествовать Это пределы СССР Вы имеете Да-да СССР Пардон Да Вот Значит Поскольку я В принципе Очень люблю Там Путешествовать И там Все это То это Для меня Было В общем Как-то Страшно Я вырвалась И все Поэтому Все Значит Тряслись И Значит Иногда Нас Значит Туда Входило В это Путешествие Посещение Вены Значит Причем Мы там Были Даже Два Дня Ночевали На корабле Конечно На этом На пароходе Своем Вот И значит Да И во все это Свободного времени Не было То есть Все время Поднадзорно Там Туда Сюда Там Вот Но Около Этого штат-парка Нас почему-то Распустили На час Но Отдельно Ходить Не велели А велели Ходить в группе Там Не меньше Пяти человек Но я Значит Быстро Смекнула Значит Быстро Развратила Еще Четырех Значит Граждан И сказала Давайте Разойдемся А встретимся Значит За 10 минут До назначенного срока Вон там Где-то там В стороне Да Потом Все соберемся И уже Значит Пойдем Всех Это устроило Значит Все быстро Развратились И разбежались В разные стороны А я что хотела Это был штат-парк У меня была Безумная Значит Идея А вдруг Я найду Это самое Здание Хотя В общем Надежды Молочное Да Надежды Как бы не было Потому что Ну а Большущий парк Там нигде не написано Это не объект какой-то Да Где там стрелка И я начала Метаться Значит По этому парку Причем Значит По моде того времени Значит Я была молодая И худая Значит У меня было Черное пальто В талию На самой почти земли И здоровая Черная шляпа Которую я еще Умудрилась Черное Старосовое пиво И вот такое Чучело Значит Металось По парку К изумлению Значит Этих самых Респектабельных Этих Австрийских Бабушек Которые сидели С внучатами Очень привычных Джирсовых Костюмчика Европейских Нормальных И тут Значит Бог знает Кто Они так смотрели И я носилась Бруновская Бег Потому что Я не знала Куда бежать В общем Прошло уже Минут пятьдесят Я поняла Что мне надо Так же метаться Чтобы найти Наконец Выход Потому что Какое-то там Милкин кафе Сейчас вот Я не приду Вовремя И сейчас На меня напишут И все Конец И вдруг Значит Я Бегала Бегаю Вдруг Я поднимаю Глаза И он Передо мной Вот этот домик А между нами Какая-то канава Типа То ли речка То ли канава То ли канава Вы что-то такой Гунявый А через нее Перекинут мостик Я Понеслась Значит К этому мостику Потом Перебежала По мостику Потом Понеслась Обратно А этот Самый Милкин кафе Оно было Никому не нужное Оно было Какое-то заброшенное Заколоченное Там Где-то Что-то облупилось Вокруг росли Нормальные Московские Эти самые Сорняки Такие Как на пустыре И крапива Ну очень Все что надо В общем Я там Сквозь эти сорняки Значит Припала Там Физически К этому Залью Значит Прямо Чуть Него Там Даже По-моему Чуть Ни я его Облизала Языком Где только Могла Потому что Это был момент Абсолютного Счастья Абсолютного Потому что Это было То же самое Что Ну вот Вы попали В сказку Потому что Это было Столько лет Было нереально И вдруг Это Не потому Что это был Какой-то Особенный дом Я уже К тому времени Видела В той же Москве Нашей Массу Великолепных Особняков В то время Гениальных Прекрасных Этот Самый Несчастный Милкин Кафе Или там Как его Даже в подметке Не годился Там Я считаю Десяткам Многим Десяткам Великолепных Московских Особняков Стилем модерна К сожалению Знаете Но это Было Другое Стало Меньше Как будто Этих Стилем Модерна Особняков Значительно И мало того Даже то Что уцелело Оно Вот В этой Застройке Которая Все больше Распространяется Оно Совершенно Потеряло Вид Вот Невозможно Стало смотреть На эти Прекрасные Здания Не только В стиле Модерна Конечно Вот таким Образом Не продумано Архитектурно Абсолютно Вот такое Почтение Что наступил Глубокий Архитектурный Идиотизм Вот как Во многих Аспектах Жизни Наступил Идиотизм Что нас Заставляло Наших Руководителей Упразднить Всю Социальную Сферу Все Завоевания Можно сказать Предыдущие Революции Теперь полностью Упразднены И как будто Не существует Никакой Социальной Сферы А ее Просто нет И так же Значит Архитектурный Идиотизм Наступил И теперь Даже Прекрасное Здание Вот которое Целое До сих пор На них Нету Никаких Повреждений Фактически Они не требуют Большого ремонта Но их просто Не видно Стало В огромной Массе Безобразнейших Построек Непонятно Каким образом Это удалось Сделать Потому что Было много Прекрасных мест С красивыми Перспективами Открывающимися Очень много Было видно А сейчас Ничего не видно Стало Вот Теперь То чем Вы восхищались В те времена Ну Это было Чужое Понятно Там Это был Символ Мечты Поэтому Не то Что я Там была Потрясена Я его Не для того Искала Чтобы Насладиться Его фасадом А это Был Как бы Символ Понимаете То есть Я уже К тому времени Понимала Но я понимала Что это Никакой Не шедевр Это рядовая Там За 7 верст Киселя Хлебать Зачем Но Именно Этот Кисель Я Никогда Я не Рассчитывала Попробовать Слушайте При таком Сатирическом Таланте Еще Такая Восторженность Ну Вот Это Не то Что Восторженность Ну Вот Я хотела Вот Вот Это Вот Да У меня Еще Был Маленький Эпизод Расскажу Когда Сбылась Мечта Даже Не мечта А просто Вот Нечто Другое Но В этом Роде Значит Я Значит Когда Наступила Перестройка К нам Приехал Вилли Токарев Ну Да Его впустили И он В дворце Спорта Он давал Концерт До этого В тех Случае Когда я Ездила В такси Обычно Таксисты Значит Это самое Пускали Вилли Токарев Вот Я То же самое Вот С этим Домиком Мне нравится Как он Пойдет Не то Что Я там Умирала Но Я Хорошо Отношусь С его Творчеством Очень Хорошо Он В своем Стиле Он Молодец Он Прекрасный Голуб В общем Мне Очень Нравится Копает Вилли Токарев И всегда Нравится Ну Я там Слушала Там Все Такое И Когда Вилли Токарев Я побежала Туда Ну Пошла И все Когда Он Вышел И запел Здравствуйте Товарищи Дамы Господа Вы Слушаете Токарев Вы Слушаете Токарев Вилли Он Начался Скал Вы знаете Я Человек Совершенно Не слезливый Абсолютно То есть Я десятилетиями Не плакала У меня Началась Истерика Я начала Рыдать У меня Полились Слезы Когда Он Скал Значит Чтоб Ты был Здоров Михаил Сергеевич Горбачев Хочется Надеяться Видишь В союзе Приоткрыть Дверь Я Рыдала Вот Я Поняла Что Такое Счастливые Слезы И В этот Момент Я Поняла Вот Не то Что Поняла Я Почувствовала Вот Всем своим Существом Что Я Что Двери Тюрьмы Открылись И Что Я Вышла На Свободу Да Может Быть Там Дикое Поле Да Может Мне Придется Там Я Не знаю Бог знает Чем Заниматься Там Я Не знаю Там Чем Угодно Да Может Коммерция Какой-то Мелкая Может Гидом Переводчиком Я Какое-то Время Бегала С туристами Это Это Все Ладно Но Это Все На Свободе То Есть Мне Было Все Нормально И Призовет Все Ощущение Свободы Все Равно Сохранилось Конечно Я Никогда Не Забуду Как Я Тряслась В Этих Поездках Что Какой-то Там Я Не знаю Поганый Там Мужичонка Который Ничего Не Стоит Вот Что Я От Него Завишу Что Мне Может Перекрыть Кислород Что Да Я Чувствовала Что Я В Тюрьме Хотя Грех Пожал Тебя Нормально Желаю Я Тебе Сопровождающие И Прочие Лица Они О себе Такого Высокого Мнения При Это Мне Даже Не важно Мне Был Важно Что От Этого Вот Самого Насекомого Опять Так Или Кого Зависит Вообще Моя Жизнь То Те Вечатления Которые Я Не Получу Из-за Него Или Получу От Того Что Он Хорошо Ко Мне Отнесся Не Написал На Меня Жалобы Как Я Вырвалась Туда Как Это Все Было Сложно Как Это Все Было Невероятно И Вырвалась Я Уж У меня Было То И Когда Я Поняла Что Я Могу Ездить За Границу Я Могу Читать Все Что Угодно Потому Что Я Никогда Не Я Хорошо Отношусь К Джанейр Это Очень Хороший Роман Но Кроме Джанейр Не Было Почти Ничего Я Ни Разу Не Видела Очень Мало Английский Знаете Можно Купить Очень Много Чего Это Уже Потом Работал Межбиблиотечный Абонемент Я Выписывал Книги Из Оксфорда А Очередь За Собраниями Сочинений Это Все Одновременно Существовало Просто Это Было Недоступно Для Многих Людей Они Даже Не Имели Информации Что Можно Но Все Равно Это Все Было Тяжело Это Все Надо Было Я Было Лучше Чем Сейчас Стало Сейчас Это Стало Значительно Хуже По Той Причине Что Если В То В Время Существовала И Читающая Среда И Издавалось Много Классики Например Сейчас Есть Все Вот Буквально Можно Найти Все Что Угодно Но Вот В Все Что Угодно Исчезла Буквально Какая Либо Ориентация Это Очень Плохо Вот Как Великий Мыслитель Один Китайский Сказал Что Плохие Времена Для Государства Настают Тогда Когда Люди Перестают Отличать Хорошее От Плохого И Вот Сейчас Мы Попали В Эту Историю Дело Не В То В То Время Где Мог Я Прыжову Почитать Это Просто Было Даже Сам Издать Это Было Очень Трудно Найти Или Пыляю Скажем Фильмы Да Все Картины Музеи Поехать Там Увр Или В ту же Венецию Моголей Мечтает Да Но Все Таки Все Кто Интересовались Могли Находить Могли Как-то Образовываться И В целом Существовала Вот Такое Ну Как Как Коллегиально Что Ли Интеллигентная И Существовала Среда Которая В ней Распространялись Мнения Вот Этого Сейчас Совершенно Нет Сейчас Сейчас Среда Потеряла Все Ориентиры Культурные Их Просто Не Существует Как Таковых И Я думаю Что Вот Такой Футуризм Который Наконец Наступил И Такой Авангардизм И Абстракционизм И Все Что Хочешь Можно Как В плохом Так И В хорошем Смысле Это Не Очень Хорошо На Самом деле Нет Самого Главного Нет Ориентации Вот В Это Какие-то Злокозненные Измышления Уже Каких-то Новых Чиновников Которые Занимаются В области Культуры Но Мы Вступили В Не Очень Хороший Период Не Знаю Эволюции Инволюции Или же Какого-то Дегенерации Как мне Теперь Кажется И При том Что Вот Все Есть Оказывается Что На самом Деле Ничего Нет И Много Что Было По-настоящему Ценно И уже Устойчив Во времени Культурные Ориентиры Они Сейчас Исчезли Как таковые Никто Не понимает Что Хорошо Что Плохо Ну Я Вас Оторвал И У нас Еще Есть Минут Двадцать Времени Я Хотел Чтобы Вы Прочли Вот Большой Текст Который Вы Принесли По-моему Это Вот Этого Который В журнале Крастель Это Впрочем Интересный Журнал Я его Рекомендую Нашим Телезрителям Он уже Не выходит Уже Все Все Уходит Ну До чего Секунч Замечательно Вот у нас Проекты Дефанинский В редакционном Совете Андрей Битов И другие Здесь у вас Рассказ был Это Отрывок Из романа Отрывок Из романа Да Эпизоды Безразмерной Жизни Это Роман Так Называется Это у вас тоже Отрывок Из этого же Романа Ну я надеюсь Роман будет Опубликован Может быть Какое-нибудь Издательство Заинтересуется Этим романом А сейчас Я вас прошу Прочесть Отрывок Из этого Романа Эпизоды Безразмерной Жизни Сколько Успеем Да Ну вы Я думаю Успеете Постарайтесь Ну не торопитесь Считайте Хорошо Ночью Когда нет Такого Обилия Звуков И красок Как в нем Обаятельные Впечатления Становятся Сильнее Чем зрительные И звуковые Живейшим интересом Воспринимала Фея-ляляка Разнообразнейшие Запахи Что насыщали Собою Ночной воздух Над Ленинградским Проспектом Какое Глубокое Мясное И рыбное Буглухание Какие Мягкие Овощные Запахи Какие Изысканные Ароматы Вин Источал Трактир А и Б Как зачарованная Стояла Она напротив Трактира Прислонившись К фонарному Столбу Ее глаза Были полузакрыты Ноздри Трепетали С восхищением Ощущала Она Как эти чудные Запахи Сливались Рассоединялись Снова Сливались Гармонировали Диссонировали Это сейчас Речь о фее Да? Да, фея Фея гуляет Попросту Вам плохо? Раздался Встревоженный Женский голос Ляляка Вздрогнула От неожиданности Открыла глаза Увидела около себя Пожилую женщину Улыбнулась Ей нежно Как герцогиня Дебафор И проговорила Благодарю вас Но мне напротив Очень хорошо Эти запахи Столь дивные Окинув Сочувствующим взглядом Старомодное Платье Ляляки Пожилая женщина Вздохнула Что делать Деточка Хорошую еду Мы с вами Теперь можем Только нюхать О! Это столь чудесное Физическое ощущение Пожилая дама Печально улыбнулась Вашему Оптимизму И мужеству Можно только Позавидовать А я слабый человек Когда вижу Как люди Жиру Бесятся Мне жить Не хочется Ну да ладно Не буду Надоедать Своим брюзжанием До свидания Деточка Кстати Эта платьица Во очень К лицо Да Ткань Женственнее Крепдешина Так и не Придумали Пожилая женщина Побрела прочь А ляляка Продолжила прогулку Не пройдя И квартала Она поравнялась С раскрытыми дверями Кафе Шоколадка И все ее существо Охватил Неописуемый восторг О! Запах шоколада Горячего И горького Он и в обыкновенном Человеке Способит пробудить Мятежные мечты Об экзотическом Счастье Чего уж говорить О самой восторженной Из феи Запах шоколада Словно оплел ее Нежнейшим шелком Обезволенное блаженством Она опустилась На ступеньки Перед ближайшим К шоколадке Подъездом Непроизвольно Приняв позу Короля Кафетуа Замерзшего От восхищения При виде Прекрасной нищенки Эту очаровательную Нищенку И очарованного короля Ляляка видела На отображении Там Картины Берн Джонсона Которая висела В спальне В спальном отсеке Внутреннего пространства Ее матери Фея Марлита Очень ценила Эту вещь И как-то сказала Если бы король Кафетуа Увидел меня Он бы и думать Забыл о своей нищенке Разве у нее Такие гладкие руки Как мои Разве их У нее 14 Нет У нее У нее их всего две А глаза Разве могут ее глаза Словно прибитые К одному месту Порхать по всему лицу Как мои глазные пятнышки Нет Нет И нет И вообще Преимущества фей А особенно лично мои Перед физическими красавицами Можно перечислять До бесконечности Ляляка так и вкушала бы Ароматы Льющиеся из кафе Шоколадка Если бы не трое Физических людей Которые вышли из подъезда И увидели Что на ступеньках Кто-то сидит Говорила вам Уберите эту паперть Сердито вскричала Крупная физическая женщина Вечно здесь рассядутся Кто попала Анжела права Прощепетала Стильная физическая девушка Ни к чему Чтобы здесь Пристраивались посторонние Пойми, Влад Это крыльцо Обязательно надо убрать Видите И Олеся со мной согласна Обрадовалась Анжела Потом не удивляйтесь Когда нас обчистят Не удивлюсь Улыбнулся Влад Ухоженный молодой мужчина И подмигнул ляляке Жалко вам что ли Чтобы человек отдохнул Девушка наверное Из глубинки приехала Да девушка Простите Но я не знаю Что такое глубинка Еще кривляется Возмутилась Анжела Что такое глубинка Она не знает Ну все Садимся в машину Времени нет А ты лимитчица Или аферист Или кто ты там Обратился на к ляляке Пошла отсюда Быстро Пока вы не вызвали наряд милиции Сто процентов Что у тебя нет регистрации Ляляка хотела объяснить Что она фея Прибывшая на миссию Но не успела Все трое сели в черный автомобиль И уехали Оставив интересную Но неприятную смесь запаха Выхлопных газов И трех разных парфюмов Было бы чудесно Если бы неприятный запах исчез А приятные остались Означилось в ее осознании И надо же Ее желание исполнилось Мало того Она исполнилась даже не на сто А наверное на тысячу сто процентов После того как черная машина Скрылась из поля зрения Неприятный запах исчез почти сразу А приятные запахи парфюмов Усилились и приумножились Осознание подсказало Что ароматы прилетают С противоположной стороны проспекта И фея Ляляка устремилась им навстречу Через проезжую часть В эти ночные часы автомобили Беззастенчиво рассекали И она так никогда и не узнала Какой опасности подвергла Своё физическое тело Перебежав проспект И миновав расположенный за ним Квадратный скверик Фея Ляляка оказалась На маленькой площади Ярко освещенной фарами Легковых автомобилей Припаркованных в одну линию По другой стороне площади Тоже выстроились в одну линию Очень красивые женщины Они щурились от слепящего света фар Но улыбались, смеялись, переговаривались И это от них исходили Те дивные ароматы Ляляка встала в конце шеренги Красавица и закрыла глаза До боли напрягшимися ноздрями Она опять и опять втягивала в себя Был глухающий воздух Эй, Кребедышиновая ретро Раздался вдруг громкий мужской голос Ляляка открыла глаза В окно одного из автомобилей Выснулась мужская рука И указательный палец поманил Потом показалась голова Мужчина смотрел на неё Ляляка подошла и спросила Вы что-то хотите мне сказать? Мужчина распахнул дверцу и буркнул Запрыгивая Она попыталась запрыгнуть внутрь машины Но не смогла, только спину ушибла Аккуратнее, назидательно пробурчал мужчина И лишь только Ляляка залезла в салон Резко тронулся с места Выехав на проспект, он помчался на большой скорости Ляляка испугалась, что её увезут далеко от квартиры Наты, которая велела ей гулять поблизости Пожалуйста, не увозите меня далеко Попросила она Я должна вернуться к Нате Туда, где все миссионерщики Не понял Удивился мужчина, но скорость сбросил Уже прибыли черти Барри и Ланадий А сегодня мы ждём двух зомби Двух злитней и мою подругу Фею Саботину Я тоже фея и тоже здесь на миссии Опять не понял Мужчина остановил машину И повернулся к Ляляке, которая продолжала объяснять Наш куратор Вампир особой жестокости Ната умная Позволила мне погулять Но недалеко от дома А я даже пересекла проспект Потому что меня привлекли ароматические потоки Которые распространялись от красавиц Ты пришла на площадку Обнюхивать проституток? Изумился мужчина Эти физические женщины так называются А тебе больше нравится слово фея? Усмыхнулся мужчина Я фея из бара Ночная бабочка Ну кто же виноват? А нормальное имя у тебя есть? Меня зовут Ляляка И какой у тебя тариф, Ляля? Что? Не поняла Ляляка Сколько стоят твои услуги? Это не услуги Мы выполняем миссию Слушай, Ляля Окончательно удивился мужчина Я что-то не въеду Из нас кто-то обкурился? Мы феи не курим Из миссионерчиков курят только черти Мужчина макнул головой Какие-то новые понятия решило Я, наверное, отстала от жизни Может, теперь принято называть девок феями А сутенеров чертями? Возможно, и другой вариант Она по совместительству состоит, может быть, в какой-то секте Сектанты ведь любят порассуждать насчет миссий Ну да ладно Не для этого, что называется, собрались Он свернул переулок Поставил машину между деревьев С достаточно густой тенью И принялся молча расстегивать многочисленные пуговки На лялякиной спине Мужчина был человек Под завязку загруженной работой И всякого рода обязательствами По-настоящему расслабиться Он мог только с проституткой И обязательно каждый раз с другой Чтобы не обрастать отношениями На площадке Так постоянные посетители называли Небольшую площадь позади сквера Он бывал примерно раз в неделю Этого хватало Ночная бабочка В старомодном крепдышиновом платье Без макияжа С некрашенными пушистыми волосами Привлекла его внимание Он слышал Что некоторые проститутки Работают под чистых девчонок Потому что есть мужики Которые на это ведутся Сам он не понимал Какой в этом может быть кайф Да и не попадались ему такие Но когда он увидел эту в крепдышине То почему-то решил снять именно ее Судя по всему Она сдуру явилась сюда самовольно Не отстегнув мамки Поэтому он и поторопился Покинуть площадку Инциденты были ему ни к чему Он расстегивал пуговицы на ее спине Она сидела чинно И никакими жестами или движениями Не шла ему навстречу Видать разыгрывает невинность Когда оголившейся спине стало холодно Ляляка сказала Я испытываю термический дискомфорт Мужчина и сам испытывал дискомфорт Но не термический А непонятно какой Дело в том Что дотронувшись до лялякиной спины Он под своими хваткими пальцами Ощутил не женское тело А как бы просто фактуру Попробовал лапать ляляку за боли В возбуждающей участке тела Результат прежний Ноль эротики В Москву какой-то начетчик Выдавал справку-объективку Насчет степени гладкости кожи Толщины жирового слоя Параметры бюста и так далее Что за хрень? Не думал мужчина Ты что, не живая? Ляляка, которая от прикосновения Мужчина согрелась Благодарно ему улыбнулась И сказала Я живая, но не физическая На вид ты нормальная баба Заметил мужчина Это облик Улыбнулась ляляка Его сделал Яков Вениаминович Жидомасон? Нахмурился мужчина Нет, его специальность Называется по-другому Ната говорила, но я не запомнила Бог с ним Объясни лучше Что значит всего лишь облик На самом деле У меня другое телесное устройство Что ты голову морочишь? Рассердился мужчина Нам запрещают преображаться И контр-преображаться При физических людях Но я нарушу запрет Потому что меня огорчает Что вы не верите моим словам Отвернитесь, пожалуйста Надо же, какие мы стеснительные Кадриться на площадке Это без проблем А какой-то облик поменять Тут на нас вдруг стыд напал Ворчав мужчина Тем не менее он отвернулся Удивляясь собственной покладистости Справившись, наконец, с контр-преображением Ляляка проговорила Изменившимся, полу-техногенным, что ли, голосом Можете повернуться Мужчина повернулся И тоже изменившимся голосом возник Ешкин кот То, что он увидел с собой Рядом с собой На вайковом сидении своей Тойоты Не укладывалось ни в какие его понятия Он не в состоянии был оценить Красиво это или уродливо Прикольно или страшно Он не представлял себе, что с этим делать Выбросить из машины или общаться А если общаться, то как? Фея, фея Вертелась в голове Какая же это фея? Где кудряшки? Где крылышки? Где голубой плачется с бантами? Где хоть что-нибудь похожее на феи? Знакомых по детским книжкам Тюзовским постановкам и мультикам Эти хлипкие винты С колпачками внизу, что ли, ноги? Этот тюль-не тюль Паутина-не паутина Что-ли платье А лицо Вот уж от чего Может снести крышу Вместо глаз Подвижные сиреневые пятнышки С блестками Повыше Какая-то вроде бы живая сеточка Вместо ушей Дырки с фигурными краями Вместо волос Что-то вроде усиков гороха Только рот почти человеческий И даже Как будто бы именно женский Плюс ко всему Эта фея Оказалась неестественно малорослой Меньше лилипуда И плоской Как будто ее из бумажки скрутили Как оригами Показывать Хрень знает что Вот она опять заговорила Этим своим Полу-техногенным голоском Мое контр-преображение Кажется вас смутило Да уж Хмыкнул мужчина Все же он понемногу Выходил из шока Даже протянул бы руку К лилипиному телу Но тут же отдернул Потому что испугался Странных вибраций Исходящих от ее Так называемого бюста В изначальном теле Лилипиному телу Лилипиному телу Дело в том Что физически мужчина Ей чрезвычайно понравился Она была в полном восторге От его лица С синими глазами И черными бровями От его волнистых густых волос И от его тела С ярко выраженной трехмерностью А как чудно пахло Его кожей одежды И какие блестящие Были у него ботинки Ляляка успокаивающе Улыбнулась мужчине И все ее лицевые пленки Приветливо затрепетали От этого зрелища Он вздрогнул Пожалуйста Простите меня за то Что смутило вас Своим изначальным видом Прознесла нас Виновата Вибрирующим призвуком Не парься девочка Не так уж я и смутился Говоря это Мужчина улыбнулся Столь мило Что Ляляке захотелось Сделать ему что-нибудь приятное Но что Ах ну конечно Она исполнит ему Свои новые И самые лучшие Ритмиолы Которые как раз Именно в этот момент Сложились в ее осознании Вобрав в себя Ароматы проспекта Я попробую немного Загладить свою неловкость Сказала она И как же ты будешь Ее заглаживать Мужчина опять улыбнулся Я исполню для вас Мои новые ритмиолы А что это Не знаю как вам объяснить Лучше я их исполню И она приступила к исполнению Мозгами он ничего не получил Но ему понравилось Под эти ритмиолы Или как там они называются Он полностью расслабился И когда Ляляка закончила Попросил ее еще что-нибудь исполнить Вы не против Если теперь я вам исполню Цветочные ритмиолы Мужчина кивнул И поудобнее развалился на сиденье Приятная штука Во всяком случае Не затасканная Проговорил он Когда исполнение кончилось От удовольствия Глазные пятнышки Ляляки Запрыгали по всему лицу Сколь близки мы с вами Глубинной сущностью Если вам понравились Мои ритмиолы Вас не плана Но увы Мы не можем Соизлучаться Не можем чего? Соизлучаться Это когда Излучение двоих Направлено Друг на друга И это приводит их К общему восторгу Это что ли секс такой? Ахнул мужчина Такой что? Не поняла Ляляка Неважно Они помолчали Я понял Кого ты мне напоминаешь Задумчиво Проговорил мужчина У наших Американских партнеров Что-то похожее на тебя Висит в переговорной Они хвалятся Что это Мол Пикассо Подлинник Мы говорят Его приобрели Занемеренные бабки На крутейшем аукционе В Нью-Йорке Хотя нет Ты не особенно похожа На эту Как же она называется Испанка что ли Точно испанка Ты симпатичнее Хотя ты тоже Типа абстрактная Ляляка не представляла себе О чем он говорит В галерее Марлиты Гладкорукой Не было отображений Картин Пикассо Марлита терпеть не могла Как она выражалась Все виды Бессмыслицы И уродства Ляляка вдруг Забеспокоилась В ее осознании Означилось Надо возвращаться Мужчина сидел С закрытыми глазами Улыбался Ляляка поспешила Преобразиться И когда он открыл глаза Была уже в физическом облике Я должна вас покинуть Она чуть не расплакалась Так не хотелось ей С ним расставаться Моя жизнь Практически безразмерна Но я вас Никогда не забуду Вы самый великодушный Самый утонченный Самый изысканный Ну уж не знаю Вздохнул мужчина Куда тебя отвезти Ляляка показал Ухлопывая по нижней В кофе хаус В кофе в кофе-хаус Благодарю Спасибо большое И на этом наш сегодняшний эфир Закончен на этой высокой ноте Со взбитыми В прошлом нелюбимыми сливками До свидания Уважаемые телезрители Живого телевидения Сегодня у нас была встреча С писательницей Искусствоведом Ириной Сумароковой Ведущей в студии Юрий Проскуряков До новых встреч До свидания Все, я могу расслабиться Спасибо